Царю небесный, Утешителю души истины, И живи с детства, И все исполняй сокровища благих, И жизни подателю, Приди в силе севны, И очистены от всяких скверных, И спаси, блаждая душа наша. Господи, благослови наше занятие, Не дай уклониться ни направо ни налево От истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами и всей вечер благодатный, Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Первое послание в Карелкино, первая глава, восьмой стих. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Словом утвердит, показывает, что они колеблются, а словом неповинными выражает, что теперь они подлежат обвинению. В этом послании чаще, нежели в других, упоминает о Господе Иисусе Христе, чтобы этим напомнить коринфянам, кем они спасены и чье имя носят. «Ибо христиане называются так от Христа, а не от имени какого-либо человека». «Устанавливай скорее». «Я-то пусть Володя, он-то умеет, я просто не знаю, где тут как развернуть его». «Драт, он с тобой идет сейчас?» «Верен Бог, которому вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего толкования». «То есть истинен Бог. Если же Он истинен, а призвал нас в общение Сына Своего, то есть к тому, чтобы вместе с Сыном прославить нас в Царстве Своем, то очевидно, что Он исполнит, что обещал. Вы призваны говорить, они сами по собственному побуждению пришли. Как же вы гордитесь, будто своими делами? Заметь здесь, что слово «которым» относится прямо к отцу». «Вопросы, если есть? Замечания, дополнения?» «Володя, иди сюда, поставь нормально его». «Так, ну продолжим пока. 1 Коринфянам 1 глава, 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, и в одних мыслях. Толкование. Я не могу просить вас один, но беру себе в помощь имя Господа, от имени которого вы называетесь христианами и которое вы оскорбили, пожелав называться именами людей. «Пусть это приведет вас в стыд». «О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не разделялись». «Ибо что разделяется, то, хотя казалось бы, вместо одного становится многим, но на самом деле не делается многим. «Ибо что пользы в теле рассеченном на многие части?» «Ибо единство пропало». «Итак, весьма выразительно назвал разделениями то, что происходило между ними». «Этим словом ясно показывает, сколь бедственно было их состоянием». «Вышен сказал, чтобы все вы говорили одно. «Посему, чтобы не подумали, будто согласие состоит только в словах, прибавляет. В одном духе, то есть умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях». «Но многие об одном предмете думают одинаково, а о другом – различно. Поэтому присовокупил. Соединены в одном духе». Далее. «Многие бывают согласны в образе мыслей, но расходятся в расположении воли. Так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не соединены между собою любовью, то хотя мысли и одинаковы, но хотя мыслим и одинаково, но расходимся в расположении воли. Поэтому сказав, в одном духе прибавил, и в одних мыслях. То есть, чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно расположения воли. Ну вот, давайте теперь порассуждаем. Вопросы? Нет вопросов? А тема очень обширная. На сегодняшний день. Сколько разделений существует? Сколько толков? Сколько ответвлений? Сколько разномыслей? Любое взять. Игнат Тихонович, прокомментируйте вот этот стик, пожалуйста. Если... Да что тут сказать-то? Вот сегодня утром ко мне пришел Сергей Ильин. Ну и мы побеседовали. Если Господь благословит, я к утру этот ролик выставлю. И он там рассказывает. Там, я не знаю сколько... Лет 18 или что. Я считаю, что совсем молоденький это. А которые отделились и ставят в епископы. А его только в диакона можно в 25 лет ставить. Еще они знают совсем. И вот они отходят, которые... И теперь они что угодно там делают. Причин-то разводиться никаких нету. И мне напоминает это событие, которое было в жизни Иоанна Златоуста. У него был учителем епископ Милетий. И тоже разногласие было. Нашли кто лучше там. И второй епископ был Павлин. А почему он? Потому что на его место поставили, когда Милетий сидел в лагере. Отбывал срок. Говорят, мотал. Но люди-то и разделились. Одни его приняли, а другие ждали своего. Он вернулся, а они к нему. А теперь у Павлина своя компания. Они собрались и говорят, брат, не идет это дело. Мы одинаковые, православные. И сразу заключили. Ну, людей-то никак не заставишь. Собрали людей и говорят. Ну, хорошо, что разделились. Нехорошо. Так мы договорились с ним. Составляем договор. Вы подпишитесь все. Что если я умру раньше, вы все переходите к Павлину. Если Павлин умрет раньше, вы все переходите ко мне. Согласны? Все согласны. То есть можно как-то найти. А здесь наоборот. Только одно разделение. Для разделения бывает такое, считаемое в соборе, 15 правило Ци Софии, что даже если отделяется от еретика, то это похвально. Но здесь-то причин-то никаких не было. Споры. Ну, зачем? Вот начинаешь, иной раз заходят люди, вот какие-то дают там комментарии, ничего не понимают. Там ничего нет. Один говорит, дутый пузырь. Он на своем стоит. Почему? Страха Божия нет. Страх Божий есть все. На нас-то ведь нападает со всех сторон. Как можно признавать такую патриархию, как благодатно? Я признаю, и все на этом. И по-другому никогда не мыслял. А то, что вы теперь доробитесь, а у вас вообще объяснений никакого нет. А я тут нахожусь. Видишь, Бог дал, какого нам митрополита. Какое общее понимание. Вот как Бог делает. Поэтому разделение в большинстве случаев нежелательное явление. И даже очень. Вот и дополнение. Отошел. 1 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. Ибо от домашних хлоинах сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры, толкования, чтобы не стали запираться. Приводит свидетелей. А чтобы не показалось, будто выдумывает их, называет их, говоря о домашних хлоины. Был дом в Коринфе, называвшийся хлоиным. Называет их еще братьями, хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братьями. Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, чтобы не вооружить их против известивших. Открывая слышанное от других, употребляет более мягкое выражение, споры. Но когда говорит от своего лица, то называет то же самое разделениями. В 10 стихе читаю. Что гораздо хуже споров. Вопросы. Вопросы. Вопрос у меня. Можно? Да, пожалуйста. Значит, по поводу споров. Там он говорит о споре, что между вами есть споры. Негде сказал апостол Павел, что между вами могут быть как разномыслия. Это относится к разномыслиям или это споры какие? То есть, это, наверное, разные мысли здесь были у людей. Почему он осуждает здесь вот это? Ну, не осуждает, а вот так вот поднимает вопрос о спорах. Что, спорить нельзя? Спасибо. Угнать Ильич. Ну, спорить нельзя. Вот я говорю, вы заметили, что ученики не спорят. Нет, почему? Говорят, они спорили. А где вы нашли? Находят. Написано, говорит, и фарисеи спорили с апостолами. Да-то фарисеи спорили, апостолы-то не спорили. Я выявил для себя изречение. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. После первого-второго разумления отвращайся. Он совратился, будучи самоосужден. Еретиком стал. А что с ним спорить-то? Он просто не прописан на небе. У него прописки нету. Он просто бомж стал. Мотается, как в проруби. И все на этом. Никаку спорить не надо. С Иисусом спорили, но Господь наш никогда не спорил. На нас будут нападать. Ты знаешь истину? Возвести ее. Не знаешь? Сознайся. Не знаю. Подскажите. Мне говорят, вот на сколько нападает. Почему не отвечаете на комментарии? Я говорю, в моих ресурсы, форум, ютуб, там все сказано. Ищите немного. Там много. Тысячи ответов. Тысячи. Вот и весь ответ. Никогда спорить не надо. Это абсолютно правильно. Благодарю. Большое спасибо. Разномыслие. Разномыслие. Вот если я имею какое-то свое понятие, там, человек имеет свое какое-то знание. Я понял, Сергей. Сергей, зачем иметь себе понятие это? Оно понятие уже выведено. Это понятие могут сектанты иметь. Таня, Маня, как понимаешь, сколько голов, столько умов. У нас все сказано. Ну, написано, что сейчас вот такое время идет. Сегодня среда. Нам нельзя есть там скоромное. Ну, трудно ли это выполнить-то? А у меня мнение. Мнение за пределами церкви. Павел говорит, кто бы граждал спорить, но церковь не имеет такого обычая. Не имеет. Он прямо показывает. Ну, то есть спорит, это у человека вне церкви. У нас все объясняно. Почему ты не споришь, когда останавливает тебя ДПС? Почему? А им дают задание. Каждый должен в день остановить 30 машин за превышение. Сегодня вот выставили все это. 30 машин непристегнутые. И он теперь рыскает. Им надо оправдать себя. Вот и все. Но у нас-то ведь не так. У нас все святые отцы истолковали. Это у сектантов. Они ни одного стиха не могут истолковать правильно. У нас все истолковано. Занимайся, учись, запоминай и выполняй. Выполнять надо. Мы знаем очень много на этих занятиях. Много. Я вот сейчас выставил там этот ролик. Хамство. Ну, не меньше, наверное, я не могу сейчас, не считал точно. Но, видимо, мест 70 из Библии приведено. Недостаточно? Открывай их все. Открывай. Пока ты просчитаешь, день пройдет. И ты у тебя разом-то уже на место станет. А что спорят? О чем? Сидят епископы. В общей сложности их полторы тысячи. Тысячи, полторы епископов. Вообрази. Мы больше двух-то рядом не видали никогда. И они все это высказали в канонах. От нас что требуется? Исполнять. Не лукавить. А не так. Всю жизнь человек прогвоздался в грехах. А теперь начинает мороку наводить. Я не могу. Тут не могу. Можешь, как Пиопан Затворник говорит. Когда демоны тебя потащат в ад, говорит. Хочешь, не хочешь, пойдешь. А сегодня ищешь причину. Не могу поститься. Вот поэтому желудок больной, старый, дурость всякую. Он приводит четыре причины. Когда надо, попощусь. Нет, говорит. В церкви определенный порядок. И поэтому никогда не говори. Пусть твоя плоть по поросящей вяжет. Не могу. А ты скажи, врешь, обманщица. Можешь. Мало пей, здраво будешь. Люди-то страдают сегодня не от недоедания, а от переедания. Ну, это я один вопрос поднял. Оно и здесь. А быть православным, это великое чудо. Это дар Божий. Ни по одному вопросу спорить не надо. Надо выполнять. Они просто не знают, когда священники. Тут разномыслят. А когда мы считаем. Я считаю Златоуста. Там все сказано. Вот сейчас идем по блаженному фопилакту. Но если ты православный. Если не принимаешь, не православный. Не туда забрел. Выйди. Сам себя не мучай. Готовая, прекрасная, чудная трапеза нам приготовлена. С Богом. Спасибо большое. Хорошая. Аллилуйя. Благодарю. Первая коринфянам, первая глава 12 стих. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Толкование. Не некоторые говорят это, но у вас. Впрочем, коринфяне не говорили так. Но апостол дает такой оборот речи, желая показать, что если непростительно называться Павловыми и Кифинами, то тем более от имен других. Я Кифин, а Петре упомянул после себя не для того, чтобы себя возвысить, но оказывая ему большее предпочтение, подобное, как о Христе упомянул после. Вообще, в делах, которых не должно быть, упоминает прежде о своем лице. А я Христов. Не за то укоряет, что говорят, а я Христов, но за то, что не все так говорят. Или лучше, присовокупил это от себя, желая сделать обличение более сильным и показать, что в таком случае и Христос усвояется одной части. Хотя коринфяне и не делали этого. Вопросы? Продолжаем. 1 Коринфянам 1 глава 13 стих. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Толкование. Зачем разделили вы Христа? Зачем расторгли тело его? Речь, исполненная гнева. Некоторые же слова «разве разделился Христос» понимали так. Разве Христос разделил церковь с людьми и одну часть взял себе, а другую отдал им? Этим опровергает неразумное поведение их и упоминает о своем имени, дабы не подумали, будто он упоминал об именах других по зависти. Не сказал же, разве Павел сотворил или привел вас из небытия в бытие, но, что гораздо более, показывая неизреченное человеколюбие Христово, говорит о кресте. Не сказал так же, разве Павел умер, но распялся, указывая тем на мнимую бесчестность смерти. И я, говорит, крестил многих, но во имя Христова, говорит о крещении, потому что причиной разделения было и то, что называли себя по именам крестивших. Но не в том дело, кто крестил, а в том, в чье имя крестит. Ибо Христос отпускает грехи, а не тот, кто крестит. Вопросы? Ну, сегодня я, наверное, такого не встречал, какое-то там разделение. Вот тогда было. Или сегодня, Игнаин Тихонич? А вот заметь, сейчас много людей есть, которых даже определить нельзя, кто они. Я никогда не спрашиваю. Поговорю немножко, уже видно, кто он такой там. Адвентист седьмого дня или баптист. А я никому нет, то есть он вышел от них. Теперь один. Я просто христианин. Христианин там Виктор, христианин Александр. Это означает блуждающая комета тьмы. Вот когда подписывается, регистрируется, православная, всегда говорят, православная христианка. Если говорить просто христианин, это значит еретик. Сегодня я всех этих вывожу. А зачем тебе прятаться, как змей в сухой траве? Ты прямо и говоришь, что ты нигде болтаешься, как комета сорвалась с своей орбиты. Он начинает тогда оглядываться. Давно ты стал таким? Сколько вас вышло? Пятнадцать. Сейчас сколько осталось? Да по одному почти разделились. Сатана сеет, как пшеницу. Тут и доказывать не надо. Вот здесь написано. Они не говорили, я Павлов. Это Павел так вот говорит. Я Кифин. Не говорили. И православному спорить не надо. Ну написано же, я Кифин. Это он выразился так. Выразился. По делам их выходило так. Если это будет сейчас слушать еретик, он сразу будет против. Но тут же не написано. Они говорили, то есть он не понимает. Вот святые отцы златоуза говорят, это они не назывались так. Не назывались. Но мы должны это принять. Потому что никакого вреда мне от этого нет. Все, разномыслие исчезло. Это первое, когда они не понимали, там разномыслия могли быть. А у нас зачем разномыслие? Это полное погружение, значит полное. Троекратное, значит троекратное. И не надо ничего выдумывать. Думать? Да зачем думать? Вопреки, это не твои думы. Вопреки только делает антихрист, анти. Отошел. 1 Коринфянам 1 глава 14 стих. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя. Толкование. Для чего, говорят, гордитесь вы тем, что крестите, когда я благодарю Бога за то, что не крестил? Так, говорит, не для того, чтобы уменьшить важность крещения, но для того, чтобы обуздать коринфян хваставшихся крещением. Ибо крещение есть дело важное, а крестить не важно. Вопросы? Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, ну так уточнить. А вот здесь Павел говорит о том, что я никого не крестил, кроме Криспа и Гая. То есть здесь он показывает, тут можно ли усмотреть, что Павел говорит как, что я избежал этого искушения от вас, плотских, и крестил те Крисп и Гайя, которые так не говорят? Можно ли так сказать? Спасибо большое. Что-то не понял я вопрос. Я говорю, что Павел здесь, можно ли сказать, что Павел не попал под это искушение, которое было среди этих людей, которые говорили о том, что я Павлов, ну там, в котором мнение это было. А он вот, он говорит, я не крестил из вас, то есть я не попадаю с вами, я не в вашей когорте, я не буду вашим, как говорится, ну как Христа говорили, давай, когда ты царство там установишь уже, давай скорее будем делать это. А он говорит, только Криспа и Гая. Он только вот на двоих этих ссылается, а на остальных, он говорит, хорошо, что я не крестил, вот вас, вот вас, плотских не крестил. Можно ли так как-то? Ну, извините за что-то не так. Спасибо. Да, причем здесь не в ихний когорте. Понятно, что он не в ихний когорте, он ихнюю когорту всю пух и праху обречает. Он выше-то говорит, разве Христос распялся за вас? Сергей вопрос задал с повтором, надо понять его, он правильно говорит. Потому что Павел говорит, Господь послал меня не крестить, а благовествовать. Сегодня ни один поп этого не скажет. Аня, а сколько крестил, то есть деньги? А как тут надо понимать? А именно, как сказал Иоанн Златоус, запомнить вот выражение. Я сейчас говорю, а вы запишите его. Для того, чтобы обратить человека, то есть стать миссионером, нужны тысячи талантов. Даже вообразить невозможно. Ни два таланта, ни три, ни тысячи, а в обложенном числе. А чтобы крестить, не надо ни одного таланта. Почему? Достаточно быть рукоположным. Он слова повторяет, написаны. Труда никакого там нету. Заслуги никакой нет. Но далее Павел скажет, крестил я еще дом Стефанов. Он добавит потом. Как будто забыл. А кто такой Стефан? А мы смотрим. Семейство. Однажды он крестил. 16 глава Деяния апостола. Когда стражник крестился всем семейством. Когда землетрясение было. Он чуть с собой не покончил жизнь самоубийством. Его зовут Стефан. И он говорит, крестил семейство Стефана. А он обращал. Тогда за ним шли тут рядом были люди. Кто там, Тимофей. И они крестили. Он этим не занимался. Крещение все-таки занимает время. А подготовить сколько? Крещение. Вот мы выехали. Батюшка покрестил. Ну сколько там? Не больше часа идет. А чтобы обратить? От трех до пяти лет. Непрерывного труда. А тут ему ничего не надо. В воду залез. Чтобы был только рукоположный священник. И однажды ты это узнаешь. Когда ты знаешь тебе награды. Если ты священник, за то, что крестил, никакой нету. От тебя никакого труда не было. А вот чтобы обратить, за это награду получишь. Обратился или не обратился. Ты сеял. Ты говорил. Бог судит труды. Почему Иоанн Затауз говорит так? Если я проповедовал, и никто не обратился, награда моя больше. Даже странно слышать, как. Никто же не обратился. Не в этом дело, говорит. Я сделал все, что должно. И судим будет человек по делам. А обратиться, не обратиться. И сеющий, поливающий ничто, но Бог обращающий. Поэтому от меня не зависит. Но если человек обращается, счастье награды я получаю в радости. Что вот душа пришла, я радуюсь. И вот эта счастье радости и есть твоя награда. Поэтому в вечности за обращение, если он обратился, ты получишь меньше награду. А Иоанн Затауз говорит, пусть моя награда будет меньше. Ну только обратитесь, только покайтесь. Ну кто сегодня может вот так сказать? Почему он называется златословесный учитель? И отвергнутся его. И Таня Маня, что понимают. Да оброни Бог. Лучше вообще не считать. Отошел. И поэтому Павел, вот Сергей-то говорит, что не впал в это искушение. Здорово сказано. Потому что через это там разделение, Павел говорит, а я не попал под это. Я никого не крестил. Лишь как он оправдался. Действительно так, Сергей прав. Отошел. 16 стих. 1 Калифнам, 1 глава. Крестил я также Стефанов дом. А крестил я еще кого, не знаю. Толкование. А то из всех, бывших в доме Стефана. Это был великий, знаменитейший муж в Коринфе. Для меня, говорит, так нелестно крестить, что я даже и не помню, крестил ли я кого другого. Как же вы гордитесь крещением? 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Толкование. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Ибо переубедить человека и склонить его от отеческих преданий, и при том среди опасностей, есть дело великой и мужественной души. А приготовленного к крещению принятия крестить мог всякий, кто только имел хрященство. Но если он не был послан крестить, то как же крестил? Он не был послан для этого преимущественно, но ему не воспрещено было и крестить. Он послан был для дела важнейшего. Однако ему не воспрещено было исполнять имение важное. Низложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к надмивающимся внешнюю мудростью и говорит, Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, то есть не с красноречием и изящным словом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения. Ибо что значит, чтобы не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным? В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные могли бы сказать, что они убеждались силой слова, а не силой проповедуемого. А это было бы унижением и вредом для, с большой буквы, распятого. Но теперь, проповедуя с простотой, они показывают, что все совершает сила распятого. Упраздняется крест и другим образом. Например, меня спрашивают Элли на чем-нибудь божественном, превышающем наше разумение. Если я буду доказывать ему посредством умозаключения и внешней мудрости, то окажусь слабым, ибо никакой ум не может представить предметов божественных. Таким образом, моя слабость покажется слабостью проповеди, а этим упразднится самый крест, потому что окажется суетным и тщетным. И комментарий Игнатия Тихоновича. На слова блаженного Филакта благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. И еще, блаженный Филакт говорит, Христос послал меня благовествовать. Так, комментарий. Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря – дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности и все что угодно, но только неспособности нести слово Божие в народ. Но проповедь в первых дней образования церкви была направлена на сокрушение дьявольских твердын язычества и на построение храма Христу. Какими талантами обладали апостолы? Дух святой в огненных языках в первые же минуты проявился в них через благовестие. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Сегодня священники многое умеют делать, знают трудности, какие предстоят им, чтобы совершать правильные богослужения в годичном круге. Но благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. А благовестию не уделяется никакого внимания вообще. А если кто и говорит, то таким холодом незнание Библии повеет, что только и скажешь, не введи нас, Господи, во искушение. Тому, кто думает быть водителем слепых, предлежит великий труд. Благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. Вопросы, пожалуйста, если есть. Я говорил, как трудно мне давалось вот это найти толкование. И когда оно было найдено, я его переписал от руки. Вот что мы сейчас сделаем, законспектировал. Потом отпечатал и по нему я вел занятия в университетах. И чтобы вот эти слова выделить, я их со всех сторон осматривал. Если бы можно было со стороны посмотреть, я буквально руками всплескивал. Господи, да как чудно сказано. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Это и похвала тебе здесь. И труд твой признан будет. А что они будут нападать, это говорит о том, что они этого не делают, они не знают. Я ничего тут не толкую. Я только бью несколько раз в одно и то же место. Вот допустим, я еще раз повторю, кто не знает. Притом, особенно точно можно было это сказать. Сейчас буквально... Ну-ка, где она у меня здесь показать? Вот она где. Вот. Блаженный Фефилакт, это я сегодня такое сделал исследование. Чтобы исцелить колоссян, впавших в заблуждение, относительно поклонения ангелам. Повторяет это слово ангел 63 раза. А какое? Колоссянам 2,17. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плоским своим умом. То есть во всем послании слово ангел встречается один раз. А толкователь повторяет его 63. На одно место в этом послании, где апостол упомянул это слово, он выдал 63 оплота, заграждения. Так апостол Павел, разъясняя в послании к римлянам, которое мы сейчас проходим, в 14 главе относительно пищи упоминает слова «свиное мясо» в одной главе 10 раз. Хотя этого слова нет вообще в посланиях Павла в 14 и во всем Новом Завете. Не перегиб ли это? Отвечаю, нет. Так именно и нужно вдалбливать нужное в засохшую почву. Теперь понятно, почему... Так, ничего особенного-то я не сказал, но смысл-то уже делается понятным. Мы должны быть очень внимательны к слышанному. Ты хочешь, чтобы быть твердым, не просто размазня какая-то. Благовествуй. Но не просто сказать, а когда сказать, как помолись об этом. Благовествовать будешь сейчас, а на молитве может быть 10 часов. Ты еще не пошел, а демоны уже трепещут, отступают. Мы проходим очень важные места. И если это не просто праздное времяпровождение, значит, ты должен сказать себе, лучшего времени у меня больше не будет. Может, завтра тут загорится земля. Все к этому идет. Отошел. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Толкование. Были в Коринфе неверные, которые подвергали креста смеянию и говорили, подлинно глупо проповедовать Бога распятого. Ибо если бы он был Бог, то не позволил бы распять себя. А поскольку он не мог избежать смерти, то как мог восстать из мертвых? Верные, кажется, противостояли им своей мудростью, не годуя, что те злословили крест. Поэтому и говорит. Не почитайте этого странным, ибо данное Богом для спасения кажется безумием для погибающих. Словом о кресте называют проповедь о кресте, или Христе распятом. Для нас, говорит, не погибших, но спасаемых, то и оно есть сила Божия. Но крест показывает и премудрость. Силу он показывает в том, что смертью разрушил смерть. Ибо если побеждает падший, то это знак величайшей силы. А премудрость в том, что таким именно образом спас погибавших. Вопросы? Продолжим. Скажите, юродство – это безумие, да? То есть для них это являлось безумием. Слово – это юродство. Потому что были в России юродивы. Да. Люди не от мира сего. А здесь же другая, наверное, смысл имеется в виду. Безумие, да? То есть то, что не могут они вместить, и для них это, ну, безумие, кажется, да? Спасибо. Геннадий Тихонович, отвечай. Правильно. Надо помнить, что это были греки. А у них мифология помещена была, может быть, как труд Ленина, в 50 томах. Все знали. Подземный мир и прочее. Они искали мудрости. И вдруг проповедуют. Плотник. Да что ты, Геракл какой, что ли? Другое дело, там, Кронос, Бог, Асклипий, врач, ничего этого нету. И при том Бог и себя не мог защитить. И они видели в этом безумие. Это никакого отношения не имеет к той дури, которая была в России юродивой, прикидывались, там, вытворяли, что попало. Об этом даже слова в Библии нет. Юродством понимали люди. И когда говорят крест, у православных что, амулет? Вот крест, я поцелую, я не против, я, кажется, день сам целую. Нательный даже крестик. Но, ты помни, не об этом речь идет. И вот он здесь и говорит. Когда говорит крест, это означает страдание на Голгофском кресте, а не сам просто один крест. Что там такое падает? Равлан, микрофон выключи. Вот. И поэтому мудрость просто человеческая. А где эти теперь мифологии, измы-то их нету, никто не знает. Вот я слышал сегодня одного священника, он говорит, ну, там-то это не беда. Главное, что сейчас вот эти родноверы, язычники восстают. Я в этом вообще ничего не вижу. Все это пройденный этап. И попытки реанимировать ничего они не дают. Я только сегодня еще раз пересмотрел ролик один. жизнь Келдышем, Стислава. Ну, связанная это с атомной бомбой и со всем. Как ему тяжело было. Брата расстреляли, это попутно сказать. А он один томился, и никто, академики, не могут сказать, отчего он был такой мрачный, и как умер, и на себя руки наложил, или газом затравил. Почему? Бога-то нет, ни один не говорит. А когда человек верит, верит, он день и ночь молится. Вот у меня знакомый один, он герой. Герой в свое время был приговорен к расстрелу. Меркулов судил, заместитель Берии. И теперь он вышел здесь, и что-то там тяжелое поднимал, и у него там что-то порвалось внутри. У него паралич был. Но левая рука у него двигалась. И он молится, и вот плечи, плечи пальцами-то где задевает, ему уже третий раз, что ли, говорит, зашивают. Все пробито. Он молится день и ночь. Почему? Он был такой молитвенник. Он не может ходить. Он проповедник был. А теперь он молится. Он молится и молится. А человек, который Бога не имеет, что он делает? Он никому не нужен. Он чувствует, голова болит, таблетки не помогает, бессонница. Бессонница верующая. Да еще, слава Богу, я помолюсь. Это мне не помешает. Родные, близкие, кто-то умер, нуждается в нашей помощи. Вот слово сказать, наши выехали хоронить. Одна умерла сестра, 81 год. Моя сестра, близко с ней знакома, Олимпиада звать. Я говорю, в своей жизни такой добродетельной женщины не встречала. Сколько в церкви, кто приезжает, она из старобрядцев, стольких она к себе на дом приведет. Накормит, напоит, спать уложит. И она умерла вчера, или сегодня утром. Наши все выехали туда хоронить. Кто, кому на сердце положено, Олимпиада звать. Можете воздохнуть. Я немало не сомневаюсь. Она исповедовалась, соборовалась, конечно, причащалась, что она в Царстве Небесном будет. Кратчайшая душа. Я только два раза у ней дома был. Вот, в нашей жизни есть люди, которые являются светильниками, городом на вершине горы. Я из этого выхожу. И она верила во все то, что здесь написано. Отошел. Продолжим. 1 Коринфянам 1 глава 19 стих. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Колкование. Сказав, что неверные мудрецы погибают, подтверждает это Писанием. Ибо оно говорит «Мудрость мудрецов его погибнет». Рок Исайя 29 глава 14 стих. Разумеется, внешних, то есть в премудрости мира сего нет разума. Это уже не премудрость. И отвергнуто разумение тех, которые почитают себя разумными и знатоками. Вопросы? 1 Коринфянам 1, 20. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость, мира сего в безумие? Толкование. Приведший свидетельство из Писания доказывает потом мысль свою от дел и обличает как эллинов словами, где мудрец, то есть философ, так и уйдеев словами, где книжник. А совопросниками называл тех, которые все основывают на умозаключениях и исследованиях. Все основывают. Никто из них не спас нас, но вывели нас из заблуждения рыбари. Выражение «не обратил ли Бог мудрость, мира сего в безумие» стоит вместо, показал, что она безумна, потому что не могла найти истину. Вопросы? Игнать Тихонович, что-нибудь хотите добавить? Пусть не посчитает это, что как бы не отсюда. Речь о мирской мудрости. Я сегодня увлечен был Келдышем. И вот ракета взлетела и вышла не на ту орбиту. И они там целым коллективом решают, что-то он только зашел и говорит, о чем думать? А он математик. И он сразу раз подсчитал и говорит, 20 коррекций нужно, то есть подправлять, чтобы вышел на орбиту. Другой зашел академик, ему дали задание подсчитать. Те пошли где-то там компьютеров еще не было, хотя в Америке были, но уже что-то гудело. Проходит время, пришли и говорят, 20 коррекций нужно, а теперь на Келдыша все воззрелись, какой ум. Он чуть не в уме подсчитал, это там десятизначные цифры ворочил в голове. Вот мудрость, и мне его очень жалко. Какой он хороший, интеллигентный, какое лицо, и всегда было печально. Он понимал, ни одного слова нельзя сказать, брата расстреляли. Сказали 10 лет без переписки, потом только узнали, что это означает слова, то есть расстрелян. И всю семью, 7 человек их было в семье, все раскидало эта власть хорошая, которая долго была почему-то. Вот. И мудрость такую ему Бог дал, или Курчатов, даже был молодой, купаться одного нельзя. Рядом НКВДшник плавает, чтобы еще с ним не случилось. Ну и правильно все. Ну где они? Курчатов, все это, все три, и Келдыш, и Королев, три К, нигде никого нету. Нету. А что оставили? А если они в другом месте? А где они сейчас находятся? А спаслись они или нет? Дальше это рассуждает. Ой-ой-ой, да о Боге-то ни слова не говорили. Да лучше бы поменьше этой мудрости. Я не против этого, это необходимо было. Ну, душа-то важнее, весь мир приобрети, всю мудрость знаешь, трижний герой социалистического труда. А перед Богом-то если ничего нету, Господи помилуй, да лучше бы ничего не знать. Лучше бы быть совершенно неграмотным и ухватиться за ризу Христа и идти за Ним. отошел. Первая корешина. Можно вопрос? Можно маленький вопрос Игнатий Тихонович, если не сложно. Ответьте, пожалуйста, можно ли здесь параллель увидеть, когда змей искушал Еву? Он сказал такие слова в третьей главе «Быти» и пятом стихе «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». Сатана говорил это Еве. Можно ли здесь сказать, что вот мудрость этого века сего это знания те еще, которые нельзя было трогать, не надо было лезть с подачи дьявола. Ну, спасибо большое. Так, сходу-то можно было так подумать. Что мы можем сказать? Возьмите Паскаль, я буду говорить об ученейших людях, Исаак Ньютон. Глубоко верующие люди, даже не православные. А сколько таких было православных? Возьмите Менделеева, Дмитрия Ивановича. Таких людей-то много было. Помешало им это? Нет. Они прославили мудрость Божию, которую он дал этим мудрецам. Они нашу страну показали, какой мудрый русский народ. Ну, а то, что говорил Е, ЕВИ ЗМИ, это действительно так. Но тут надо смотреть, насколько и как. Не надо думать, что вот пастух пасет, и ни мудрости не надо. О, у меня отец пастух был 40 лет. Я больше не видал таких пастухов. Он знает каждую травинку буквально. Когда пасти, сколько на ней, когда поить, когда выгнать. Если роса, она вещик не выгонит, а вещка болеть будет, у нее между копытами она там разъедает. Сегодня ничего этого не понимают. А посеять, да вырастить, вот сейчас только позвонили, у нас в Корчиной, урожай в среднем 12. 12 центеров с гектара. А у Игоря Барабаша 20, почти в два раза больше. А рядом другой фермер, но он все знает. У него 7600 гектар. Евгений Долгов. У него 47. 47. Ну, смотри, 10 и 47. Одна та же земля. Надо знать, надо, это мудрость. Какая техника. Они сейчас прям по стерне сеют. А во Франции 60 центеров собирают. Кукурузу собирали 10 центеров с гектара. Ну, конечно, там разные добавки. Сегодня 100. Но это в Америке, не у нас. Как? Мудрость. Ну, только не было бы там такого, чтобы тебя не отравили. Не было хитрости какой. Вот поэтому, куда ты не поверни, везде нужна мудрость. И какая мудрость? Как нам исправить отношения? Вот иногда звонят, знают, что ты миротворец. Приходилось ли тебе, человек, чтобы тебе из другого города, с другой местности звонили. У нас такая свара идет здесь. Прямо не знаем, что делать. Такая злоба пылает. И не можем никак примирить. И чтобы тебе позвонили, пригласили, повезли тебя туда. Ну, а дальше уже дело Божие. И примирение было. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Только за одно из девяти блаженств такая великая награда уподобится Христу. Вот тогда все эти крики против тебя никакой роли не играют. Почему? Благодать Духа Святого. Вот об этом ты будешь плыть, как Серапим Саровский говорит. А то, что мудрость он там обещал, ну, правильно, откроются глаза. И что они узнали? Узнали только одно. Слушаться Бога хорошо, а не слушаться плохо. И вместо жизни вечной получили смерть. Отошел. Спасибо большое. Аллилуйя. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Толкование. Приводит причину, почему внешняя мудрость обратилась в безумие. поскольку в премудрости обнаруживающейся в тварях, ибо небо и земля и вся тварь проповедует о Творце, смотри, Псалом, 18-й, 2-й стих, Гримленам, 1-й глава, 20-й стих. Мир, то есть помышляющий о мирском, не познал Бога. очевидно, потому что в этом препятствовала ему мудрость, которую видели в Красноречии. То благоугодно было Богу спасти верующих простотой проповеди, которая только казалась безумием, а не была таковой действительно. Итак, эллины имели своим учителям премудрость Божию, то есть усматриваемую в тварях, но не познали Бога, потому что водились мудростью, состоящей в Красноречии, которая не есть мудрость. Еще вопросы есть? Вроде Игнат Тихонич, все у вас? Ну, вы видите, это я беру из практики своей жизни. Меня в больницу привезли на операцию. И вышел в коридор, и подходит человек один, профессор. Я слышал о вас, я хотел поговорить, я давно вас желал видеть. Слова-то хорошие. Я ему стал говорить, он маленько меня послушал, и он во мне вдребезги разочаровался. А у вас свои-то слова есть, но что-то как цитать их Маута, так вот, я его цитирую. Я говорю, а я вас сразу узнал. Как? А откуда вы меня знаете? Да как вы еще в раю? Я говорю, к Еве подходили. Вы хотите меня за ограду выбросить? А за ограды там волки, вы меня и растерзаете. Лучше божественная мудрость, чем человеческая глупость, самобытная. Вот. Каждое слово подтверждать Писанием. Да, я знаю, много могу говорить, могу говорить, ни один не догадается, что перед ними пастух стоит. Слов-то разных нахватался, говорит, как собака блог-то. А нужно ли это? Надо говорить языком евангельским. Язык должен быть чисто библейский. Там присутствие Бога, и тебе легко защищаться. А вот когда говорят, там разные слова напускают, ой-ой-ой. Я даже в другой раз словарь залажу, смотрю, что он хотел сказать-то? А показать, он учился, там, заканчивал что-то. А не надо это, потому что ты пошел путем божественной мудрости. Каждое слово должно быть как печать Духа Святого. Вот Павел говорит, я решил ничего о вас не знать, кроме Христа, да притом распятого. И что интересно, они стали говорить, да это дурость такая, ну прям проповедуют о чем, о чем они говорят-то? О Христе. Юродством назвали, юродивое. И Павел взял на вооружение юродивое. Первых христиан-то они унижали, что это Христос, да плотник, да еврейское веровое жидовье. А христиане взяли, стали называться христианами от имени его. То есть надо прислушаться, не обижаться. Это их прозвали люди такие. Вот и все, отошел. Первое Коринфянам, первая глава 22-23 стихи. Ибо и иудеи требуют чудес, и елины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для елинов безумие. Толкование. Павел хочет показать, как Бог противоположными средствами производил противоположные действия и говорит, когда я скажу иудею, верь, он тотчас потребует для подтверждения проповеди знамений, но мы проповедуем Христа распятого, а это не только не показывает знамений, напротив, кажется слабостью, и однако это самое представляющееся немощным и противоположным тому, чего требует иудей, приводит его к вере, что и показывает великую силу Божию. Опять, элины ищут в нас мудрости, но мы им проповедуем крест, то есть проповедовать Бога распятого казалось бы безумно, однако и они этим убеждаются. Итак, не если это доказательство величайшей силы, когда они убеждаются противоположным тому, чего сами требуют. Для иудеев, говорит, распятый служит соблазном ибо они притыкаются о нем, говоря, как может быть Богом тот, кто ел и пил с мытарями и грешниками и распят с разбойниками. А элины издеваются над этим таинством, как над безумием, когда слышат, что только одной верой, а не умозаключениями, к которым они так привязаны, можно понять то, что Бог был распят и что проповедь о кресте не украшена красноречием. Вопрос, пожалуйста, если есть. Продолжим тогда. Первая Коринфянам, первая глава двадцать четвертый стих. «Для самих же призванных иудеев и елинов Христа Божию силу и Божию премудрость». Толкование. «Для неверных иудеев говорит Христос служит соблазном, а для неверных елинов кажется безумием, потому что те и другие не находят в нем знамений и мудрости, которых ищут. Призванным же иудеям и элином, то есть призванным от Бога как достойным, Христос являет в себе и то, и другое, чего они ищут. Зачем в самом деле ты, иудей, ищешь знамений? Вот Христос, Божия сила, которая творит знамение. А ты, Эллин, что говоришь? Ты ищешь мудрости? Вот у тебя Христос, который есть премудрость Отца. Вопросы? Так, сейчас мы позанимались, можно теперь задавать вопросы не по теме. Есть у кого-нибудь? Я тогда вопрос задам о мытарствах Александра Игнатий Тихонович. Слышали что-нибудь? Можете пояснить? Зачем это нужно? Вот я никак не могу понять. Мы даже не можем сказать, есть ли этот Александр Александра. У нас есть. Написано в житии Василия Нового. Это в житиях святых Феодора Цареградская. Ей показано определенно какие мытарства, сколько, чего. Этого должно быть вполне достаточно. А то сегодня где-то что-то они видели. Ну и что, что видели? Ну видели, допустим. Кого могу этим привлечь? Это не надо совершенно. У меня уже не один раз на это Александра. Этих Александров тысячи были. А что нужно знать? Христа. Во-первых, я в это верю. А то, что они умирали, обмирали. Вот на этой переходной грани, как говорит Серапим Роус, особенно буйствуют демоны, господствующие в воздухе. Там ни одного слова нельзя принимать за истину. Многие очень сектанты обмирают. И рассказывают, ну не сходятся, там вот сбежавшие из ада это фильм-то показывает. Ну почему же они ни разу не видели и никто им там не сказал, что они не церковь? Никто. Веселые, радостные, раскосмаченные стоят. Она и платок даже не надедет после этого и никогда не надевала. Все это обман. Я в это не верю. И зачем это нужно? А есть мытарство? Да, есть 20 мытарств. Самое страшное мытарство блуда. И 20 мытарств это пьянь отдельно, гнев поддельность, ребролюбие. Так вот на 19 погибает меньше, чем на этом. Почему? Ну вопрос, почему? Почему? А вот если бы этого не было, скажем, этой страсти, то и рот человеческий прекратился бы, может быть. Потому что что за этим идет-то? За кратким-то удовольствием-то сколько? Да еще неизвестно, кто родится, урод или не урод. Какая ответственность падает-то? И он даже гуляется, ну гуляется, то есть в охотке, чичкует корова. Да самый маленький бычок, они за ней целый день бегают, от стада отобьются, собака, от цепи кто-то сорвался, тащится за ним там веревка, и они около одной огромной кодлой ходят. Почему? А вот заложено. Но человек может это побеждать. Вот почему на этом тарсте столько погибает. Никто не борется, наоборот, разные средства подают, продают, вот сейчас показывают там деду нашему дали, так он как молодой жеребец теперь. Ой-ой-ой. Даже говорить не о чем. Поэтому пусть они заботятся об этом, воспитывают детей, которые видели. И этих конца края нет. Я с одним разговаривал, тут один есть, он только христианин. Стали говорить, ни поста, ни христа, ничего нету, а позиционируют себя православным. И где бы он ни был, везде его накормят, еще не делают. Зачем это нужно? Клавдия Устюжанина действительно обмирала. У ней действительно на руках было свидетельство, что она умерла. Домашнее забрали. Я неоднократно встречался, беседовал. Она Бога вообще не знала, Евангелия не знала. Я ей принес Новый Завет, подарил. Она везде видела, что ее отравят. Даже в церковь уже стала ходить, она напротив в магазин, она в нем работала, что ее отравят священник и при счастье в другой город ездила. К врачу пойти, она едет в Новосибирск. Я сижу с Андрюшей и беседую с ее сыном. Он где-то, я сейчас не знаю, в Кролосе 6-м учился или что-то. А она в это время в Новосибирске. И ей, когда она там что-то в зубном была, ей этот дух говорит, что Андрюшу арестовали. Она первый же самосвал берет, ну дала тому бы в 10 раз больше денег, ей много несли. Прибежала в избу-то, а мы сидим. Она так и села, говорит, опять обманул меня. То есть она была Вадима злым духом. Это я сам лично все видел. Ну и что это воскрешение дало? Да ничего. Я не знаю, какая она потом стала, пока перед смертью умерла. А Андрюш, он спокойный, такой он был, батюшкой стал, в струне на теперь. Вот и все. Не надо этого. И не считайте, не смотрите. Отошел. Можно вопрос? Да. У меня такой вопрос из послания Колоссянам, вторая глава, из 19 по 23 стихи там касается. И не держать главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истливает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости и самовольному служению, смиренно мудрее и изнурении тела, в котором в некотором не обрежении, а насыщении плоти. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, воздержание. Здесь касается вопрос о воздержании, вот как воздержание духовное через свободу во Христе и воздержание плотское, то есть по учению, например, человеческому. И можно ли это здесь параллель провести сегодняшнего занятия, когда вот сегодня говорили о эллинах, о вот этих вот людей, которые не понимали свободу во Христе. Тут о воздержании вот может быть что-то объяснит. Так, не так, может я не прав. Спасибо большое. У вас есть то, что мы проходим сейчас, это в третьем томе уже послание к Колоссянам, из трех томных у нас, полное толкование. Если у вас этой книги нету, вы зайдите на наш сайт, он называется «Православный библейский сайт во свете Библии». И эту книгу скачаете, посмотрите. Дело в том, что мы идем к кремлинам, к коринфянам, и далее мы дойдем до него. Мы просто опережать будем, ни к чему. А вы это время сами узнаете, более обширно. Сами посмотрите, почему Ян Златоуз говорит, научитесь не задавать вопросов. То есть, они отвечены уже. И я иначе не могу ответить, как написано. А вы сами это можете увидеть. Я вам говорю, третий том, буквально с четвертой страницы идет, послание к Колоссянам. Колоссянам это православные были по сегодняшнему. Всякие разные где-то предрассудки. Я сейчас говорил, как он об этом говорит. Слово «ангел». Поклоняться стали ангелам. Ангелы спасли, ангелы везде. очень похожи на православных. И он 63 раза говорит об этом. А Павел только один раз слово «ангел» употребил. Значит, блаженна фифилакт видел, насколько это опасно. Там все найдете. Просто подержите маленько в себе. Поищите. А потом мы дойдем. Я в час ссылку скинул. Можно вопрос? Да, Роман. Игнатий Тихонович, можно ли вот как бы ну хорошо ли ссылаться на вот эти вот свидетельства тех, которые были в клинической смерти, ну вот, про которых вы говорили только что, тем, которые люди, ну как бы совсем не верующие. То есть говорят, что нет загробной жизни. То есть вот в таком случае можно ли ссылаться на то, что действительно есть загробная жизнь? То есть является ли это? Не стоит. Это вредно. Вот сколько их показывают. Я очень много очень много слушал, смотрел, где мужчина сидит. Ну и какой он? Даже курит. И он видел, он там что-то видел. Это только разговор один. Что он видел? Это обман видел. Не надо это. У нас есть Священное Писание. Вера от слышания, а не от того, что нам басни расскажут кто-то обмирал. Себе даже мозги не портите этим. Вера от слышания, но я скажу теперь 20 человек обмиравших, которые в интернете, я их всех внимательно не на один раз прослушал. Мне это надо, Ну мне как? Ну необходимо, люди спрашивают. И при том одинакового нету. Это все обман демонский. И не надо это даже считать, смотреть. А как? Я вам рассказываю, как сказали, к Конфуции обратились. Говорят, вот мертвым надо там приносить как бы жертвы. А другие говорят, не надо поминать. Как правильно? Он говорит, если я скажу, надо заботиться о мертвых, вы забудете про живых. Если я скажу, не надо, вы их хоронить не будете. Умрешь, узнаешь. Вот это самый правильный ответ. Когда умрешь, узнаешь, увидишь. Все. Спасибо. Спасибо. А скажите еще, ноги мыл Христос ученикам и в православной вере такое принято. Есть где-то какое-то или нет? Или это не имеет уже смысла в этом? Имеет. Ну, это, как скажем, театральное представление. Это в чистый четверг, как считает ноги умыл Христос, перед распятием, в храмах православных московского патриархата архиерей садится посреди храма, стул, тазик, и подходит, садятся там они, и он всем моет ноги. Там 12 священников, ну, кто-то же из них должен быть Иудой, тут интересно еще. Это в детство сегодня прямо вы зарядите чистый четверг омовение ног, и вы увидите, как это делается. Притом, это не в одном месте, очень красочно и прочее. Но надо ли это? Не знаю, но все-таки это даже маленький спектакль, он разыгрывается. И неплохо, когда люди будут вспоминать. Это сегодня есть. Вот адвентистов там другие седьмого дня, они как в баню приходят с тазиками. Там понесут сколько, ноги моют, а зачем, не знают. Вот, это образец, чтобы мы были смиренны, тяготы, друг друга носили. Речь-то идет не в омовении, ног. Вот я поехал на благовестие и заехал новосибирский племянник, он сейчас, Алеша Вустинов, в Потеряевке. Он меня, ну, вот, назойдите, я хотел что-то, и меня буквально запер там в этом, где ванна, налил тазик, и я выставил это в интернет. Моет ноги. Ну, что ж, пускай будет. Ко мне приезжал мой друг издалека, вот Александр Иванович, который говорил, как он проповедовал, и расстрелу был приговорен. Я ему ноги мыть, он никак, кое-как согласился, когда я ему дал согласие, что он у меня вымоет. Одни думают, да кто я такой, да что ты моешь? А вот этот ролик выстояли, и ни одного отрицательного не было. Обычно как, вот, гуру, вот этот там, тоталитарный, в гол к ему ноги, ничего не было сказано. А только, какой он молодец, ваш племянник-то. Ну, мы в пути были, я не нуждался, мы из бани и поехали. Но само по себе, это действие было, умывали ноги, принимая странников, умывала ноги. Они странники, ходили в деревянных башмаках, ноги запылены. А я в сапогах хожу, в сапогах, с портянками. У меня вообще ноги всегда чистые, никогда пятнышка не было. У меня нужны, нет ноги мыть. Но, это уже вошло, как в ритуал. Вот так. Все вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Тогда дальше пойдем. Я там в чат тоже скинул ролик про мавильный, кому интересно, можете посмотреть. Первое, Коринфянам, первая глава, 25 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Толкование. Крест называет безумием, потому что так о нем думали. Между тем он мудрее человеков. «Ибо философы занимались пустыми и бесполезными предметами, а крест спас мир». Далее, он кажется и немощным, как будто немощен распятый Христос. Но на самом деле он сильнее человеков. не только потому, что более и более процветает, несмотря на усилия бесчисленного множества людей погасить это имя, но и потому, что этим, казалось бы, немощным орудием связан сильный дьявол. Можешь, впрочем, понимать это и так. Премудрое в Боге называется немудрым, то есть безумным. И все мощное немощным, подобно как и высочайший свет его называется мраком и тьмой. Вопросы? Продолжим. Понятно здесь? 1 Коринфянам 1 глава 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Толкование. Рассмотрите, говорит, и следуйте призванных к вере, и вы найдете, что немного из вас мудрых по плоти. То есть на простой взгляд приспособительно к настоящей жизни. Не сказал, нет ни одного мудрого, но немного, потому что были верующие из мудрых, например, ариопагит, проконсулы, другие, которых имена теперь неизвестны. Уверовали также некоторые из сильных и знатных. Почему обо всех сказал немного. Итак, усмотри силу проповеди. Как людей необразованных научила нас, то и мудрым догматам, и как внешняя мудрость оказалась бесполезной. Комментарий Игнатий Тихоновича Лаптин на слова «Усмотри силу проповеди». Пастырь, внимай глазами и ушами, осязательно оцени силу, какая заключена в Слове Божьем в Святой Библии. Усмотри силу проповеди. В проповеди необходимо затрагивать и современные события, увязывая их с Библией. Никаких душесчипательных историй рассказы не дадут того результата, который приносит проповедь о Христе. Усмотри силу проповеди. Вопросы? Игнатий Тихонович, что-то хотите запомнить? А вот я сказал, усмотри силу проповеди. Теперь выходи на проповедь и усмотри эту силу. Где-то тебя примут, а где-то и не примут. Где-то накормят, а где-то прогонят. И ты усмотри силу проповеди. И когда новые души будут приходить, и ты усмотришь, вот это что-то. Вот у меня сегодня там совершенно фамилия такая-то, не русская, просит прислать книги. Я только сказал, надо квиток, чтобы заплатили-то. А тут же мигом уже прислали. А для чего нужно? Мы хотим тайны, для нашего папы. Молоденькая, видно, что совсем. Подарок сделать, и, ну, надписать надо. Я говорю, это на трехтомнике, я не имею желания надписывать, не могу, это Евангелие. Если что, да к Истиному православию. Ну, и дальше, скорее побежала, доплатить еще надо сколько-то. И завтра уже наши братья отправят книги. Вот это радость. Люди новые приходят, и фамилия такая-то татарская, может быть, я не знаю. Вот, когда люди приходят, и ты проповедовал, и они делаются верующими, и ты видишь, и они рядом. Ну, что тут можно сказать? Только благодарность Богу, и усмотри силу проповеди. Вот, я гляжу, тут в интернете выходит, нашел начальника, отряда, когда я был в городе Жанатас, Жабульской области, отбывал в тюрьме. Погибал буквально. И все-таки я его нашел. Вышла ему книга Владимир Словак, Владимир Васильевич. Вот как. Ну, не может приехать, все еще курит, но уже, я все время его вижу, он заходит. Вот. Сила проповеди. Он не обратился, ничего не было, но его это все касалось. Он помогал мне там, когда обыск в себе, в сейф утащит из нашей казармы к себе в сейф. И в Библию, и в просфор, и все. Очень хороший человек. Что, сила проповеди отошел. Первый вопрос можно? Да, можно. А, по поводу слов юродства, вот, немножко, можно? Юродство проповеди имеется в виду, что слова, как это вот понимать? потому что, слово юродство, вот, и так, и так, вот, я тоже слышал, Игнатий Тихонович говорил. Ну, вот, мы считаем, в Верховном Завете, Давид убегал от Саула, и пришел к языческому начальнику, и понял, что они его могут выдать. И он сразу прикинулся юродивым, бесноватым, и давай, слюни там, распустил по бороде, и что-то на ворота оперся, давал чертить. Он говорит, зачем его привели, то у меня своих хватает здесь юродивых-то, выгоните его отсюда. И он этим спасся. Вот я знаю только один случай из Библии, где юродство помогло спастись. Юродивый. Это юрод, их называли юрод. Вот если простой человек бы слово сказал, Иван Грозный сразу его обезглавил. А тут выходит один, О, Ваня! А он специально делает. А вот на мясо поешь, он говорит, сейчас пост нельзя. А он, а каждый день 500 человек казнишь в Пскове. Это как? И скорее юркнул. Его ловить было не надо, это юродивый, за него Бог накажет. Все, даже такой тиран. А тут есть князь Серебрян, и там показано это. Вот и все. Это люди так считали, что, ну, безумие. Умер плотник, и в это верят. И Павел подхватил это, я уже объяснял, и называет юродством. Оно не юродство, а оно высочайшая мудрость. Но люди сказали юродство, говорят, хорошо, юродство мы спасаем. А ты, необразованный пень старый. Да, необразованный пень. Но, как их судили одни, говорят, да мы неграмотные. Неграмотные. Наворочили 100, две академии работают, разобрать не могут до конца. Вот и все. Неграмотные. Мы немощные. А скольких людей Господь поднял через нас, Павел говорит. Мы ничего не имеем, но многих обогащаем. Конечно, по стихиям мира, ну, это безумие полное, юродство какое, и вы ничего не имеете, нету ничего. И все в то же время имею. Как сделано? Бог. Вот начинает спрашивать, как вы это могли достичь? Вот я живу, где сейчас два дома, в центре Барнаула. Как? Ну, никак. Я молился, судился, был реабилитирован. И выиграл процесс 11 лет. А отдавать платить нечем. И Бог дал очень хорошего судебного исполнителя, женщина. И она пригрозила, арестую все счета, ни один бюджетник учитель не получит деньги, пока не рассчитаетесь с Латкиным. Я говорю, а мы недвижимость ищем. Ну, и меня привезли вот сюда, здесь афганцы были. Они только отремонтировали здесь, ворота новые сделали, общество на спасение на водах было. И мне это все отдали. Я не против. Явился представитель из городской администрации, бывший афганец, как воевал, и говорит, это государственная необходимость. Во как озаглавили. Да такую статью огромную напечатали. Латкин предпочел храм недвижимости. Я сказал, никогда не надо роптать, надо доверяться Богу. И, так мне, сколько было писем, звонков. В самой трудной, невыносимой обстановке Бог оказывает помощь. И прокурор края давай помогать, мне там ректор университета юридического, мэр города, собрались все вместе. Ну, давайте рассчитаемся с ним. Руки-ноги уже не вставить, что с ним делали-то. Вот как Бог делает. Немощное, а Бог избрал. Избрал и благодарю Бога. Поэтому, да так смотреть со стороны, мы ероди, одеваешься-то как ты, на кого ты похожий, придурок. Придурок и есть, такой и есть. Еще, можно говорить, больше даже придуряться. Ну, дальше нельзя уже, а пись охота. Я с утра каждый думаю, ну, в среду там, уж я не буду есть. Маленько придет время, охоту поесть. Ну, ничего, поешь, благодари Бога. Себя сильно, ты не укоряй в этом, потому что на работе, если ты физическая, с тебя многое все уйдет. Ну, не надо лишним это еродствовать. Пришла одна нас тут к епископу, к Едиону. Благословите меня еродствовать. Да зачем тебе нужно? Я тебя сколько лет знаю, ты дура от рождения. Ну, и все. Какое тебе еродство-то еще нужно? Отошел. Еще раз просто, пожалуйста. Первая корица, нам первая глава, 28 стих. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Толкование. Называет не значащими тех, которые почитали за ничто, а значащими тех, которые казались чем-то. Итак, чтобы этих показать людьми суетными и бесполезными, Бог избрал тех, которых почитали за ничто. Когда же слышишь, избрал, не думая, будто он непременно хотел презираемых избрать, а знаменитых отвергнуть. Нет, но поскольку знаменитые надмивались своей мудростью, и потому не принимали проповеди, то Бог нашел спасобнейшими принятие ее тех, которые ничем не гордились. И комментарий Игната Тихонича опять касательно проповеди. «Приучив людей к внешней набожности, к соблюдению внешних ритуалов, соблюдению праздников, снабдив целым набором благочестивых святынь, священники совершенно не приучили своих прихожан к Слову Божию, к проповеди Евангелия и даже к тому, чтобы их прихожане ни от кого не принимали проповеди». Во еще как! Очень часто на благовестие раздавали Евангелие такие напуганные глаза, «А вы не сектанты? А это не еговы?» А вы... Вот и вот очень часто задают вопросы, «А это православное? Открываешь, крест показывают, они ничего глазами глупают, напуганы страшно попами люди. Все, кто не заманишь, их так просто ни в какую». Вот. А Слово Божие не знают, то есть они сектантов-то их что боятся, с ними нужно разговаривать, обращать их в православную веру. А чтобы их не бояться, нужно знать проповедь о Христе, о своем православном. А когда не знаешь, конечно, все кажется страшным кругом. А основной кодрик, квартиру отберут и все зазомбируют. Вопросы? А ты не досчитал предложение-то, то Бог нашел. нету у меня. Не принимали проповеди, то Бог нашел спасающими их принятию. Как нету? Куда оно делось? Потерял. нету? Никогда нету. Нет, я в комментариях сейчас читал. Ну, вот я в комментариях и говорю. А комментарии нету вот это кто Бог нашел? Столкование есть, а в комментарии Что-то отпечатки Понимали проповеди, то Бог Нашел способнейшую принятию Удивительно, что нету Это может быть Нету, нету Это в первом издании не было У меня второе издание, это я добавил Это мои слова Более поясняющие Ну что, еще вопросы У кого есть Если нет, то будем Заканчивать на этом тогда Давайте помолимся Достойно есть я кого истину Божите за Богородицу Пресноблаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения с Ерафием Без истрения Бога Слово рушую Сущую Богородицу Богородицу Та Величай Богородицу Та Величай Богородицу Та Величай И водительства Духом Твоим Святым Господи, не допусти до разделения Чтобы между нами было единство По слову Твоему Тебя слава за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь А ну Спасибо, Христос Спасибо, Христос